МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационный выпуск программы «24 часа» в студии Жан Кадеба. Здравствуйте! В Беларуси сегодня последний день досрочного голосования на президентских выборах. Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 10 утра и будут работать до 7 вечера. Тем не менее, многие свой выбор уже сделали. По данным Центра избиркома, в досрочном голосовании приняли участие более 28% избирателей. Наибольшую активность проявили в Гомельской области. Там уже свой выбор сделал практически каждый третий. Напомню, пропуском для участия в голосовании является паспорт. Для того, чтобы получить бюллетень, подойдут также служебное, пенсионное удостоверение, студенческие или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом. Прекрасная атмосфера. День приятный, солнечный. И здесь, конечно, очень приятно прийти проголосовать. Праздник. Этот день для меня всегда был каким-то таким особенным днём. Всегда делал свой выбор согласно своим представлениям о том, какой должен быть кандидат. Я думаю, в любой день, когда приходит избиратель, который хочет проголосовать, для него в любой день праздник. То есть отдать свой голос. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Так, к работе в Беларуси приступила и краткосрочная миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. А это 40 человек из 7 стран. Между тем, специалисты, которые работают в Беларуси более недели, уже подготовили подробный отчёт. Документ председателю Нижней Палаты нашего парламента сегодня передал координатор группы наблюдателей СНГ, итоги которого озвучат уже на следующей неделе. На все аспекты, которые обычно рассматриваются при организации выборов, обращалось внимание. Организация избирательных участков, возможность доступа к выборам избирателей. Есть требования, которые предполагают отсутствие агитации в день выбора и многие другие демократические процедуры. Все они должны соблюдаться в период выборов, в день выборов. И за этим мы будем наблюдать. Напомню, завтра, 11 октября, основной день голосования. Сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата в президенты можно будет с 8 утра и до 8 вечера. На избирательных участках белорусов ждёт весьма насыщенная программа, выступления народных коллективов и звёзд белорусской эстрады, выставки, дегустации, промо-акции и даже консультации дизайнеров и стилистов. Для желающих подкрепиться будут работать буфеты. Там предложат всевозможные кулинарные изыски. А самых маленьких белорусов ждут игровые площадки с аниматорами. И к событиям в мире. В столице Турции прогремели два мощных взрыва. По последним данным погибло около 30 человек. Ещё порядка 100 получили ранения. Трагедия произошла в центре города, возле железнодорожного вокзала. Там собрались активисты, которые планировали провести митинг в поддержку мира и против терроризма. Известно, что власти определили произошедшее как теракт. И не исключают версию о смертниках, которым удалось смешаться с толпой демонстрантов. Посольство Беларуси в Турции сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших при взрывах в Анкаре наши соотечественники. Совет безопасности ООН разрешил перехватывать суда с мигрантами в открытом море. Ранее с такой инициативой в организацию обратилась Великобритания. За резолюцию проголосовали 14 государств. В рамках военно-морской операции ЕС планируется конфискация и последующее уничтожение судов, используемых для незаконной перевозки людей. Мигрантов, находящихся на борту, доставят в Европу. Резолюция будет действовать в течение одного года. В Беларуси по субботней традиции телефонные звонки сегодня раздавались в кабинетах городских, районных и областных администраций. Во всех уголках страны свои вопросы и проблемы люди адресовали напрямую представителям власти. По сравнению с началом года обращений стало значительно меньше. За три часа на прямые линии поступает около десятка звонков. Вопросы у населения разные, но социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство по-прежнему самый частый повод набрать телефонный номер. По словам чиновников, большинство поступивших проблемных вопросов удается решить оперативно, но есть и такие, которые требуют времени. Большое новоселье в Витебской области. Более трех десятков семей получили в Шумилино новые квартиры. Чтобы люди успели заселиться до холодов, строители завершили все работы на полтора месяца раньше. Это первый дом, построенный в районе по госзаказу. Новоселам еще предстоит оформить документы, но посмотреть на свои квартиры они смогли уже сегодня. Анастасия Бут пообщалась со счастливыми обладателями новых квадратных метров. Здесь будет стоять ярусная кровать. Здесь будет возле ярусной кровати стоять стол. Ангелина и ее младшие сестрички в новой квартире уже обследовали каждый сантиметр. И даже пообещали помочь родителям с ремонтом, чтобы скорее переехать в новые хоромы. Многодетной семье они достались совершенно бесплатно. Довольные, радостные, вообще волнуемся, что мы переедем в свою квартиру, у нас будет свое жилье. Меньше года ушло на возведение этого жилого дома в самом сердце Шумилино. Шаговые доступности детский сад, школа, банки, магазины, вокзалы. 20 молодых и 7 многодетных семей совсем скоро получат заветные ключи от новеньких квартир. С нетерпением ждем уже, когда можно будет оформлять кредиты, получить ключи, сделать ремонт. Дом получился очень красивый, украшение, так сказать, центра нашего места жительства, нашего маленького поселка. Свое жилье, это действительно свое жилье. Не надо родителей теснить, можно красиво гостей встретить. С введением этого объекта в Шумилинском районе очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась до 300 семей. Всего в текущем году в Шумилино уже сдали два дома, заложен фундамент под третий. Эту же крепость прозвали самой молодежной. В ней будут жить больше полусотни детей. Ввод нового жилья, это всегда праздник для людей. И в первую очередь для тех 32 семей, которые проживают не только в райцентре, но и на территории сельских населенных пунктов района, которые благодаря государственной поддержке сегодня получили реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Надо отметить, что жилье строится у нас в сельской местности, в малых поселениях. Это где-то почти треть от всего ввода жилья. К концу года на Витебщине обещают достроить еще несколько многоквартирных жилых домов, чтобы новый 2016-й в своем жилье встретило как можно больше семей. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. По труду и хлеб. Необычным способом отблагодарили белорусские пекари, журналистов телеканала СТВ за работу на информационной Неве. Каравай из муки нового урожая – подарок от главного аграрного ведомства страны. Каравай нового урожая. Сдубный сюрприз – традиционный символ окончания жатвы. Напомню, в нынешнюю уборочную страду белорусские аграрии собрали без малого 9 миллионов тонн зерна. Кстати, мои коллеги также внесли свою лепту в общереспубликанский каравай. Еженедельно корреспонденты и ведущие оперативно передавали вести с полей, освещая ход уборочной кампании. На этом пока все. До встречи в 16.30.